Сегодня мне задали вопрос в комментариях, что я думаю по поводу акций ВТБ и что он должен вырасти и так далее. Но сейчас немножечко расскажу о том, что я думаю по поводу банковского сектора. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. И что я думаю по поводу банковского сектора? Не только про ВТБ, а вообще про весь банковский сектор. Потому что ВТБ... Ну, мне говорят, что ВТБ вроде бы надежный банк, там это действительно так, он государственный, все, с ним ничего не произойдет. Но ВТБ это прежде всего банк. И если вы заметили, то у меня в портфеле, вот сейчас вы видите мой портфель на фондовом рынке, у меня вообще отсутствуют акции банков. И, наверное, это неспроста, потому что я не верю в банки. На самом деле у меня есть одна акция одного банка, сейчас я вам ее покажу. Он не на фондовом рынке, а на СПБ. И вот он, этот банк. И этот банк вырос. Но это не совсем простой банк, это Тинькофф. Тинькофф кредитные системы, вы видите. Он вырос. И почему я купил вот одну акцию Тинькоффа, значит, у меня есть в портфеле один банк. Почему этот банк? Смотрите. Сейчас мы знаем, что инфляция снизилась уже. И мы достигли целевого уровня по инфляции, там уже 4%. И все хорошо, вроде бы, да, с ключевой ставкой. Но как это влияет на банки? Чем занимаются банки? Традиционные банки. Традиционные. Тем, что они берут деньги у населения или еще больше у предприятий на ведение расчетных счетов. И они эти же деньги, которые достаются им достаточно дешево, раздают в виде кредитов кому-то. И на разнице между депозитной и кредитной ставкой, грубо говоря, они работают. Ну, это очень и очень грубо, потому что банки работают, кроме всего прочего, еще и берут кредиты у государства и так далее. И это тоже играет роль. Но ключевая ставка снижается, а банк зарабатывает на разнице между тем, что он тратит на привлечение средств и на тем, что он получает от кредитования. Но привлечение средств сейчас ставки снижаются. Но, смотрите, у населения денег становится немножечко меньше, во-первых. Во-вторых, так как ставки по депозитам снижаются, то, в общем-то, люди не видят особого смысла вкладывать свои деньги в банк. Ну, то есть, во-первых, денег не так уж и много, а во-вторых, еще и смысл теряется, потому что ставки теряются. Это первое. Предприятие. А у предприятий сейчас то же самое. То есть, смотрите, производство падает, сворачивается во многих случаях из-за коронавируса. Многие пострадали и так далее, поэтому у предприятий, у компаний тоже, в общем-то, выручка падает. А что значит выручка падает? Это значит, что остатки на счетах в банках тоже снижаются. Это с одной стороны. С другой стороны, потребность тех же компаний в кредитах снижается. Почему? Потому что, а зачем брать кредиты, если и так высвобождаются производственные мощности, высвобождаются производственные площади, то есть, они, в общем-то, не нужны. Не нужны новые производственные площади. То есть, можно увеличить объем производства за счет тех ресурсов, которые уже есть. Поэтому кредиты тоже мало кому нужны. Люди, может быть, кто-то и рад взять бы кредит, но растет процент невозвратов по кредитам. И банки это понимают прекрасно. Поэтому банки сейчас наращивают резервы на то, чтобы покрыть убытки от невозвратов кредитов. Поэтому банковский сектор, на мой взгляд, традиционный банковский сектор, прибыли особой не приносит. А что же приносит прибыль банкам? Посмотрите внимательно на основные банки и чем они сейчас занимаются. Ну, тот же самый ВТБ. А ВТБ банк уже не только банк, но уже и предоставляет брокерские услуги. И многие клиенты ВТБ банка уже знают, они открыли брокерские счета ВТБ банке. И ВТБ банк одновременно получил лицензию на то, чтобы лицензию депозитария. И чтобы ценные бумаги, которые покупают клиенты на фондовом рынке, они хранились там же, в ВТБ, и получать дополнительную прибыль с этого. Ну, или экономить деньги на том, чтобы не платить центральному депозитарию. То же самое, еще раньше начал делать Сбербанк. То же самое делает Альфа-банк активно. То же самое давно уже делает. Ну, брокер открытия, он входит в группу открытия. И брокер открытия это очень-очень старый брокер. Он этим занимался всегда, то есть брокерские услуги предоставляет. И, конечно же, больше всего в предоставлении брокерских услуг преуспел банк Тинькофф. Ну, просто потому, что Тинькофф первый во всем. Первое во внедрении новейших технологий банк Тинькофф и широчайшая сеть клиентов. И, конечно же, те банки, которые имеют огромное количество клиентов. Какой-то вот, ну, безумное совершенно типа Сбербанка, ВТБ, Тинькофф. Сейчас вот уже имеет огромное количество клиентов. Они что делают? Они идут в нетрадиционно, не классические банковские сферы, а уже которые рядом. То есть развивают финансовый сектор, развивают брокерские усилия. Для того, чтобы брокерские обслуживания. И они получают сейчас прибыль от этого. Больше всего, конечно же, в этом преуспел Тинькофф. И Тинькофф еще. У Тинькоффа маленькие расходы, потому что ему не надо содержать огромное количество офисов по всей стране. Потому что это банк, в основном банк, направленный на IT-технологии. Посмотрите, что делает Сбербанк. Сбербанк, Сбербанк, Греф прямо официально говорит, что Сбербанк это останется брендом. Но Сбербанк уже становится не просто банком. Сбербанк предоставляет, во-первых, брокерские услуги. А во-вторых, Сбербанк уже занимается тем, что начинает скупать IT-активы. И это будет, ну, платформой. То есть, ну, вы знаете, что Сбербанк выкупил достаточно большую часть. Mail.ru Group, Delivery Club тоже, по-моему, он выкупил. Сервисы такси тоже занимаются. Два ГИСа, систему тоже. То есть, Сбербанк идет в смежные области. И точно так же идут и другие банки. А традиционные банковские услуги, они уже не так много приносят прибыли. Что в мире происходит? Ну, крупнейшие финансовые организации типа Wells Fargo, Morgan Stanley там. Ну, то есть, они тоже не показывают такой высочайшей динамики. А высочайшую динамику в последнее время показывают IT-сектор. То есть, скажем, Facebook бумаги выросли, у нас Яндекс выросли бумаги и так далее. Поэтому, если вкладывать в банки, то только в те банки, которые как раз вот занимаются развитием вот этого IT-сектора. Ну, не знаю, как Сбербанк. ВТБ, мне кажется, в этом смысле не самый лучший, не самый прогрессивный. Но вы видите, что у меня Тинькофф кредитной системы в портфеле. Ну вот, я надеюсь, что я ответил на свои соображения по поводу перспектив банковской системы и надо ли вкладывать ВТБ. Ну, если вы присмотритесь на мой портфель, то здесь очень серьезный упор на фармацевтические компании. В частности, Элли Лили, это американская. Эксиликсис. Синэкорпорейшн, это китайская компания. Биоген, американская компания, тоже фармацевтическая. Тинькофф, это банк. Найк, это потребительский сектор. Вы видите, он здорово вырос сейчас. Алексион Фармацевтиклс, ну, само собой говоря, тоже фармацевтическая компания. Мэйсис, это ритейл, это сеть гипермаркетов. Они здорово очень просели, поэтому я их купил. Вот, видите, да, вот они очень сильно упали в период кризиса. Просто, ну, есть надежда, что вырастут. Вот, Тата Моторс, это индийская компания, но она выкупила Лендровер и что там еще. Роллс Ройс, насколько я помню. Вот, индийская компания. Она сейчас выросла здорово, уже, ну, так, 30-процентный рост, в общем-то. Advanced Micro Devices, очень сильно компания американская развивается. Это AMD, компания, которая производит процессоры. Очень здорово развивается, и сейчас они уже, в общем-то, так сказать, на пике. Pfizer, тоже фармацевтическая компания, крупнейшая американская. Ну, никуда она не денется. Она очень хорошо платит дивиденды, кстати. Она у меня давно уже. Cisco Systems, телекоммуникации. Ну, вот, что-то они не очень нынче. Ionis Pharmaceuticals. Ну, ждем. Это фармацевтическая компания. Xilinx тоже. Электронные компоненты. Вот, видите, она выросла здорово. И еще одна компания, Riata Pharmaceuticals, ведет себя примерно так же, как и Pfizer, насколько я помню. Ну, короче говоря, вот, ну, нынче она у меня приносит убытки. Вот, ну, российский сектор, напомню, у меня опять, значит, РУС-28, это валютная облигация, евробонд государственный. Я его не собираюсь продавать, приносит неплохую доходность. Полиметалл вырос больше, чем в два раза за то время, пока я ее купил. Полюс золота аналогично. Это акции золотодобывающих компаний, про которые я много раз говорил. Яндекс вырос тоже больше, чем в два раза. И продавать, в общем, пока не собираюсь. Система. Система, я думаю, что еще и вырастет. Здорово, потому что будет производить вакцину. Газпром. Газпром нынче в упадке. Продавать его не собираюсь. ГМК Норникель. Вот то, что я планирую докупить, когда будет возможность, пока денег нет. Распадская. Распадская это уголь. Ну, вот, держу и все. Сургут, нефтегаз, префы. Это скорее доллары, чем просто акции. Ну, вот, держу. Аэрофлот. Вот, вот, то, что я собираюсь еще докупать, наверное, это будет Аэрофлот. Но, Ватек. Это сжиженный природный газ. Производитель. Тоже, надеюсь, на рост. Возможно, докуплю. Лукоил. На рост, не надеюсь, буду держать в таком виде. Татнефть. То же самое. Мэйл.ру.групп. Это то же самое, что Яндекс, фактически. Тоже IT-компания. Вот, держу и, в общем-то, не жужжу. В общем, Газпромнефть. То же самое. Нефтяная компания. И обувь России. Я думаю, что здесь я тоже буду увеличивать свою долю. Это небольшая компания. Ну, мне она очень нравится. По параметрам. По всем. Вот, собственно говоря, обзор моего портфеля. Я рассказал то, что я думаю про банковский сектор. Он у меня тоже присутствует. Но, видя Тинькофф банка, который самую большую доходность среди банков дает в настоящее время среди банков России. Надеюсь, что кому-то это поможет информация. Может быть, если вас что-то интересует еще, задавайте, пожалуйста, вопросы. На сегодня все. Поставьте, пожалуйста, лайк. И до встречи. С вами был Демитков Юрий.